О шо. Я здесь просто посетитель, но я хотел бы задать тебе один или два простых вопроса. Первый вопрос, да и второй тоже такой. Кто я? Ответ. Это труднейший из всех вопросов. Если ты действительно хочешь знать ответ, побудь здесь. Просто быть посетителем это не поможет. Это не просто вопрос, на который можно получить ответ. Ты должен врасти в этот вопрос. Тебе придется заняться поиском и исследованием. Я могу помочь тебе искать, но я не могу тебе дать готовых ответов. Любые ответы оказались бы несерьезными, детскими. Никто не может сказать тебе, кто ты. Ты должен обнаружить это сам. В этом вся цель жизни. Кажется, что это просто, но это не так. Не вводи себя в заблуждение. Да, еще я хотел спросить тебя вот о чем. Когда я читаю книги о духовном развитии, твои и других авторов, у меня возникает чувство, что я все это очень хорошо понимаю. На интеллектуальном уровне это представляется мне совершенно ясным. Ясно и то, если говорить обо мне, что я нахожусь в замешательстве. Я страдаю. Я нуждаюсь в том, чтобы выйти из этого состояния. Я даже вижу, каким образом это должно осуществиться. Но, возможно, есть какие-то высшие обстоятельства, которые сильнее меня, и которые хотят, чтобы все оставалось без изменений. Все верно. Это совершенно ясно. И понимание на интеллектуальном уровне вообще не представляет собой проблемы. Проблема заключается в том, что интеллектуальное понимание не является правильным пониманием. Оно имеет второстепенное значение. Хорошо, что оно есть, но оно не выведет тебя слишком далеко. Опираясь только на интеллектуальное понимание, ты будешь становиться все более и более информированным, знающим. Ты будешь знать все обо всем. И тем не менее, ты будешь оставаться тем же самым. Трансформация не может произойти посредством интеллекта. В трансформации принимает участие все существо. Оно должно носить оргазмический характер. Интеллект – это всего лишь малая часть твоего существа. Поэтому ты должен научиться понимать сердцем так же хорошо, как и умом. И это еще не все. Если ты действительно хочешь что-то понять, понимание должно проникнуть в тебя до мозга костей, до самой твоей сердцевины. Когда ты понимаешь что-то на интеллектуальном уровне, ты понимаешь только логику этого. Ты схватываешь вербальную связь, последовательность этого. Это привлекает тебя как логический силогизм. Но жизнь – это не логика. Жизнь – это нечто бесконечно большее. И она не просто нелогична. Она абсолютно алогична. Она полностью чужда логике. Потому что логика размышляет в терминах «или-или». А жизнь парадоксальна. Жизнь абсурдна. Она больше похожа на хаос, чем на стройную, логически выверенную систему. В ней больше поэзии, чем математики. Очень сильная одержимость умом – одна из проблем современного человека. Он утратил контакт с телом, с сердцем, со своим реальным, подлинным существом. Поэтому тебе нужно не только читать книги, но и что-то делать. Медитации, плавание, бег, танцы, пение. Смех и слезы могут действительно оказаться полезными. А одно лишь думание тут не поможет. Читай книги. В этом нет ничего неправильного. Но не ограничивайся этим. Чтение книг может открыть тебе дверь, но ты не должен останавливаться перед ней. Если ты остановишься перед дверью, если ты будешь цепляться за нее, ты никогда не войдешь внутрь дворца. Сокровища находятся не у порога. Никто не хранит их возле дверей. Они спрятаны в самом сокровенном уголке твоего существа. Так что больше медитируй. Больше люби. Лови мгновение, когда ты ощущаешь себя в теле, а не в уме. Делай что-то такое, в чем ты можешь быть тотальным. Например, если ты танцуешь, танец должен полностью захватить тебя. И тогда наступит такой момент, когда останется только кружение, а твой ум полностью исчезнет. Читать книги – это хорошо. Если ты достаточно осознан, ты можешь использовать и это занятие. Но оно должно быть средством, а не целью. Будет хорошо, если ты сможешь включиться в работу кемпа. Просто задержись здесь на несколько дней и помедитируй. Попробуй извлечь понимание из другого измерения, не из интеллекта. Интеллектуальное понимание подобно тому, как если бы ты почувствовал жажду и попросил воды. А я стал бы тебе объяснять, что вода означает H2O. Ты прекрасно понимаешь, что здесь нет никаких проблем. Это очевидно. Но это понимание не поможет твоей жажде. Оно не утолит ее. H2O не поможет. Ты можешь записать эту формулу, можешь запомнить ее. Но она не утолит твою жажду. Твоей жажде нужна реальная вода. А H2O – это лишь соответствующее ей понятие. В нем нет ничего от реальности. Просто попробуй быть более ориентированным на тело. Проходил ли ты какие-нибудь группы роста, энкаунтер-терапию или что-то еще? Они будут тебе наиболее полезны. Они вернут тебя назад, к реальности. Тебе нужен кто-то, кто опустил бы тебя на землю. Ты отрываешься от земли все выше и выше. Ты теряешь корни.